Есть нет выгода содержать технику, трактора и все остальное Каждый человек три раза в день минимум хочет покушать Хочешь не хочешь, в холодильник то и дело говорит А если и в подполе нету ничего, то это вообще труба К соседу не пойдешь, не, ну можно конечно и к соседу сходить Бук мой, иди-ка ты лесом, собирай ты свои грибы Так что вот так, выгодно или нет заниматься? Нет, не выгодно, надо закупать, надо привозить, надо все завозить, завозить, завозить У нас скоро детей будет невыгодно, скажете, рожать Вот придет такое время, хотя может быть оно уже пришло Иногда нельзя от меня пустить Вот снова меня об этом ли, ладно, все Продолжение будет чуть-чуть попозже Здравствуйте, друзья Вот так каждый раз, имея в своем хозяйстве какую-то технику В частности трактор или несколько тракторов приходится закупать Закупать, готовить топливо для эксплуатации трактора Живя в деревне где-то далеко, ну далеко или как бы это сказать Далеко-недалеко, в какое-то расстояние от заправки Если заправки у вас нет рядом Вот так приходится складировать небольшие партии горючего Вы скажете, где ты берешь горючее, где покупаешь у кого, по какой цене А я скажу, скрывать нечего Покупаю на официальной заправке в районном поселке Муронцево Маленькими канистрами, маленькими партиями Сейчас уже частники и вообще никто уже не продает А если кто-то и продаст, возможно, то есть риск нарваться на неприятности Какие неприятности? Неприятности, да сейчас во всех крупных компаниях Кто эксплуатирует трактора и машины Везде уже в баках стоят приборы учета ГЛОНАСС Ну, то есть связывается со спутником и следит Когда это было слито солярка или там бензин И в этом роде Так что, друзья мои, вот она эпоха цифровизации Это хорошо, что у нас еще пока Точнее сказать, нам, мелким частником Таким, как я или кому-то еще Правительство Ну, или кто-то там Кто наверху сидит, не знаю Нам говорят, что это правительство Может быть, это не правительство Может, это какие жулики Какие-то Не придумают Тоже такие же Системы учета А то скажут, давайте Тоже ГЛОНАСС ставьте Участников Чтобы знать, когда вы заполняете баки Сколько заправляете Так что, вот так вот, друзья мои Интересно Вот такие вот комментарии у меня возникают иногда Мысли Точнее сказать Так, а сейчас я Что я Сливаю солярку Сливаю солярку Тут вот соточку Залью в бак В эту бочку Съезжу на заправочку Еще докуплю Потому что, когда придет время В этом сезоне Эксплуатировать еще трактор Когда это Возможно, придется дрова пилить Ну, возить сено Однозначно нужно будет Солярке будет топливо Нужно будет заливать и заливать Так что, вот так вот И чтобы не разменивать Времени Не разменивать время На различные Там какие-то Мероприятия По доставке ее От заправки И до бака До деревни Вот сейчас Заливаем Складируем Осталось Осталось еще Вот тут Одна канистрочка Сейчас заправим А потом поеду В Муранцево В ближайшее время Ну и на заправке Залью Снова полные Канистры Солярки Так что, вот так Есть нет выгода Содержать технику Трактора И все остальное А вы сами, друзья мои Подумайте Каждый человек Три раза в день Минимум Хочет покушать Хочешь, не хочешь В холодильник То и дело Говорит А если в холодильнике Нет ничего То это совсем Друзья мои Труба Тогда надо Лезть в подпол А если И в подполе Нет ничего То это вообще Труба К соседу Не пойдешь Не, ну можно Конечно И к соседу Сходить Ну раз тебя Примут Два Может быть Примут К одному Соседу К другому Потом-то скажут Слушай Друг мой Иди-ка ты Лесом Собирай Ты свои Грибы И все Вот так вот Все Солярку Перелил Сейчас Вот Все Хорошо Полбочки Есть Ну чуть побольше Там еще была До этого Солярка Так что Вот так Выгодно Или нет Заниматься Хозяйством Содержать Трактора А вообще Выгодно Кушать Или надо Быть по системе Индийских Югов Там Раз В месяц Поел И все Или там Как там Питаться Святым Дыхом Вот так Вот Не знаю Честно говоря Что и сказать Вам Если вы Зададите Вопрос Такой Сейчас Воронку Положу В мешок Вот такой Вот Чтоб она Это Ну не портилась Точнее сказать Не то Что не портилась А это Чистая была Вот так Вот Выгодно Или нет А вообще Выгодно Кушать Или нет Садиться За стол Кушать Есть Вообще Выгодно Или нет Вот вы Ответьте мне На вопрос Выгодно Или нет Прихожу К вебу До таком Вот Задаю себе Неоднозначен Такой вопрос Почему Такие Возникают Мысли У нас В голове Выгодно Или нет Комментарии Выгодно Нет содержать Трактор Выгодно Нет Заниматься Держать Коров Там Растить Пшеницу Это А просто Идет Какая-то Целенаправленная Компания Целенаправленная Компания Во всех Странах СНГ Во всех Странах СНГ В России Украине Белоруссии Ну в Белоруссии Я не знаю Нет Не выгодно Надо закупать Надо привозить Надо все завозить 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 Это не выгодно Пусть нас Другие кормят Пусть нас Китайцы Кормят Пусть там Европа Азия Там где-то Это все Блин До чего Дошло У нас Скоро Детей будет Невыгодно Скажете Рожать Вот Придет такое время Хотя может быть Оно уже пришло Выгоды Нету Блин Всегда жили нормально Сейчас придумали Какую-то выгоду 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 Там Выгоду Там Парень с девушкой Вот как в западных странах Я могу судить Только по телевизору По ящику Интернету Говорят Что если девушка Пришла С парнем В ресторан Ну в кафе В западных В западных странах В европейских Там парень с девушкой Если пришли Девушка Платит за свою За свой обед Отдельно Парень Платит за свой обед Или там Как бы за ужин Отдельно За свою еду У нас же в России В России В странах СНГ Там Ну где Вот бывшие наши Страны бывшего нашего СССР Так называемого Ну раз парень С девушкой Пришел там То естественно Парень по идее Должен платить За все Если конечно же Этот парень Не Альфонс Если за него Конечно же Девушка Не платит сама Но если он Не хочет Вытащить деньги С кармана Вот она Выгода Выгодно Невыгодно Блин Ебарасы Я удивляюсь Что вы мне Пишут Даже такие Комментарии А выгодно Нет Пипец Я могу предположить Что мы Становимся Жертвами Вот этого Всего Навязанного Нам Мнения Выгодно Невыгодно Выгодно А выгодно В ролике Снимать Да какая Выгода Какая Выгода Камеру Купи Оборудование Звук Купи Все это Купи А иначе Ветер Будет задувать Невыгодно Там Ебарасаты Вот и я Так же Вот вам Отвечаю Невыгодно Вон Елена Степановна Сзади стоит И улыбается Вам больничка Представьте Что? Помимо Еще камеры Еще нужно С ума сходить Что сказать Вот так вот Так что Больничка По блогерам Папа Короче Так Елена Степановна Сказала Что по блогерам Плачет Больничка Ну а вы Ну потому что Мозг всегда В напряге Что-то нужно Сказать Лен Я не напрягаюсь Я просто Людям Рассказываю Своё То что В голову Иногда Незет Не пустит Вот Вот снова Меня Об этом Ладно Все Продолжение Будет Чуть-чуть Попозже Короче Вышла Елена Степановна И у меня Спрашивает Чё будем Варить Вот Извечный Вопрос Есть или Не есть И что Будем Кушать Сегодня Вот То что Я вам Вначале Говорил Когда я Переливал Канистры Да мне Так Ну вообще Не ела Бы Ага Да Чай Попила Да А чай С чем Будешь Пить А вас Мужиков Супы Гарниры Вам Вот Потом Вот такая Харя В экран Не влазит Вот такая Харя Блин Елки-палки Лет Ты совсем Ну а чё Нет В экран Да ты В экран Я чуть подальше Отойду И снова Влезу Да Целико Приходится Каждый день Отходить Каждый день Во сколько Отходишь Ну во сколько Во сколько Нет По сколько Метров Каждый день Отходишь Ну Ну По маленьку По маленьку И прибавляешь По маленьку Ну по разному Жду Бывает По маленькой КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...